Новосибирский дискуссионный клуб Очень мы хотим, чтобы молодежь вообще брала в руки информационную политику города И я также рад представить вам участников этой беседы, нашей свободной такой беседы Она будет посвящена молодежной политике именно города Новосибирска Это Борис Резун, наконец-то образовавшийся профессиональный журналист, который вот только что сдал экзамены Да, Новосибирский государственный институт Он и будет вести эту передачу И Роман Чижиков, это активист, молодежный активист города Он же участник известного сайта Инфонарод Один из учредителей, да? Очень известный сайт, мы им пользуемся А также входит в молодежный совет города Новосибирска И я с удовольствием передаю слово Борису Резуну, который будет вести эту программу Роман, ну вот прошли некоторые события, связанные с молодежной политикой в городе Новосибирске Вообще, для начала, говоря про молодежную политику Нужно людям рассказать, ну примерно, что она из себя представляет Это молодежная политика Она держится, скорее всего, на домах молодежи, так называемых Вот, на кружках в этих домах молодежи А также на различного рода активистах и специалистах Которые не относятся к молодежи Но которые проводят с молодежью работу И создают различного рода проекты Вот как через это раскрыть молодежную политику? Пару слов Ну, что касается определения молодежной политики Его достаточно сложно дать, ну определение однозначно Но, в целом, если брать реальную жизнь То это, скорее всего, много-много разных молодежных групп, молодежных сообществ Которые существуют в городе Новосибирске Они могут быть официально вписаны в официальную молодежную политику То есть присутствовать в молодежных учреждениях, в домах молодежи А могут быть неофициально Неофициально присутствовать в молодежной политике То есть создавать какие-то неформальные сообщества Собираться где-то на природе На каких-то там на берегу, допустим Заниматься спортом Это все тоже, ну, молодежь И вообще, по документам у нас числится Значит, что с 14 до 30 лет Это возраст, под который попадают Молодежь Молодежь, да, молодежь Поэтому все действия, как бы направленные на развитие молодежи Они подпадают вообще по-хорошему Ну, если в глобальном смысле Подпадают под деятельность молодежной политики Но это определение больше федеральное Больше такое какое-то общее Чем частное Новосибирское То есть Новосибирск, да, ты прав Это дома молодежи Это молодежные учреждения Это городские молодежные проекты Это люди, которые там уже десятилетиями работают Это бывшие работники там образовательной сферы Культура, да? Ну, культура, она все-таки отдельно То есть бывают случаи, когда дома культуры переводят дома молодежи И коллектив, который работал в доме культуры Он переходит в состав дома молодежи Да, и начинаются, как бы, новые форматы с теми же людьми Ну, поэтому можно говорить, что это определенный круг людей уже Который работал раньше в образовательных каких-то учреждениях Это взрослые спецы как раз Взрослые люди Взрослые люди, начиная от Ну, самый, наверное, маленький возраст работников учреждений молодежной политики Это, наверное, от 18 лет И до глубокой старости То есть здесь, получается, преобладает больше формальная структура, да, в Новосибирске у нас Да, у молодежи представлена молодежная активность Молодежная политика вот в этих официальных учреждениях, да? Ну, официально, да Официально у нас примерно 130 молодежных учреждений И именно под их брендами Там молодежный центр какой-нибудь Зодиак, Аль Таир У них разная Какую угодно Мир молодежи там в советском районе Калейдоскопы всякие Вот Под их брендами проводятся всякие городские проекты То есть которые уже носят либо регулярный характер Допустим, каждое лето проводят туристический какой-нибудь слет Либо нерегулярный характер, это какое-нибудь разовое мероприятие К чему посвященный слет Ну, если туристический слет То вот мы были, когда я еще был молодежным главой советского района Принимали участие в фестивале Турфест Там, значит, присутствовали различные группы молодых людей, волонтеров Которые как раз-таки проходили различные там Спортивное ориентирование, конкурсы Конкурс бардовской песни, стиха Остановки этого Бивуака Не бивуак Ну, место палаточное Вылетело название Выйлетело Да Вот Там был конкретный конкурс на то, как это все Люди умеют там ставить палатки Организовывать свое место, где они живут Ну, это, опять же, там был целый конфликт Связанный с тем, что организаторы, они абсолютно в природе не адаптированы были Это проявлялось громкой музыкой, которая, ну, по-хорошему на природе люди собираются с гитарами Да То есть они должны как-то погрузиться в атмосферу, в сосновый лес, там, в море Вот, но по факту получилась громкая музыка, почти что рок Почти что рок, который гремел на весь лагерь, не давал спать И самое страшное, что это поддерживали организаторы, и к этому молодежка была нормально, ну, то есть нормально относилась В рок-фестиваль превратился Я, я зачитаю для наших зрителей официальное определение молодежной политики, ну, федеральное Государственная молодежная политика – это система приоритетов, решений и действий государства, направленных на расширение возможностей молодежи Для эффективной самореализации, успешной социализации и роста человеческого капитала В целях достижения устойчивого социально-экономического развития, конкурентной способности и национальной безопасности страны Даже так Ром, скажи, пожалуйста, какой у тебя вот, ты уже упомянул немного, опыт в молодежной политике большой Какие должности занимал? Ну, я думаю, что небольшой, сравнительно небольшой Я в 2014, в конце 2013 года, в начале 2014, стал молодежным главой советского района Это была выборная должность, проходила официально, то есть там выборы на территории администрации советского района Стал в течение года молодежным главой Также в этот же момент вошел молодежный совет города Новосибирска Вот, то есть это самые такие официальные органы молодежной политики, в которые я входил То есть ни в каком молодежном учреждении я не работал, официально никогда не числился Хотя имел много контактов с руководителями этих молодежных учреждений Помогали как-то друг другу, там, выручали техническим оборудованием, либо информационной поддержкой Как-то сложно, то есть, ну, больше никаких статусов, наверное, нет Ну, участие в различных форумах молодежных освещения, молодежной проблематике города Новосибирска В частности, ты сейчас зачитал определение, я услышал фразу «человеческий капитал» Да До недавнего момента в официальном определении молодежной политики, сколько я знаю, не входило вообще в понятие «человеческий капитал» и его развитие Это вот буквально формулировки, которые недавно появились Связано в первую очередь с докладом Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы С докладом о развитии человеческого капитала молодежи до 2025 года Да, это федеральная программа, чтобы было понятно И вот примерно в 2014 году я наткнулся на этот документ, он примерно там 180 страниц, то есть, как нормальный такой художественный роман Вот, и его, значит, прочитал, оформил публикацию по своим знакомым, раскидал, значит, кто в молодежной политике тоже работает И в целом в Новосибирске эта тема как-то начала потихонечку-потихонечку развиваться Там не просто упомянули, там начали разрабатывать это понятие «человеческий капитал», да? Ну, оно было в определенных формулировках, что это, значит, группа молодежи какого-то возраста Итый возраст занимается житой деятельностью там И количество, то есть, сколько в России этой группы представителей существует То есть, там, ну, формула, сколько, значит, эта группа приносит доходу государству Вот человеческий капитал А в чем, наверное, в чем вызов был? Был вызов в документе какой-то проблемы? И в чем основная проблема? Проблема основная, опять же, с докладом, ну, и, в принципе, из, наверное, трендов Ну, точнее, как бы ситуации 90-х годов, что молодежь, рождаемость, в общем, упала Демография Ну, да, и в этом документе значится именно демографический вызов Что сейчас у нас численность людей в трудоспособном возрасте, она снижается А количество людей, значит, уже после работоспособного возраста, в пенсионном возрасте, оно растет И получается нагрузка на трудоспособный возраст, он повышает, она повышается На одного человека, на одного работающего, пять неработающих Я не помню точные цифры, там про Москву говорилось, что, значит, будет примерно 14% трудоспособного Он, значит, в возрасте до 35, по-моему, или тот 20 Примерно 14% будет, а пенсионеров будет примерно 20 уже процентов То есть, а сейчас наоборот ситуация А сейчас наоборот, то есть пенсионеров 14%, а тогоспособного населения 20% То есть, и она идет, отрицательная динамика И поэтому в молодежной политике стал такой камень преткновения Назвали его демографический вызов для молодежной политики И связан он, да, с этим демографическим, таким, такой ямой, получается Которая возникла еще в 90-е годы, и сейчас она проявляется Получается, сейчас нужно по максимуму уже в молодежь вкладываться Вот, чтобы потом они смогли отработать за всех, как бы А, вопрос есть? Пожалуйста Есть Походу, хочу, извините Этот документ, кстати, есть в интернете же? Можно найти Конечно, конечно А из вызовов, которые вот сегодня возлагаются на молодежь, это единственное демократическое? Или вы, может, еще какие-то вызовы увидите? Которые падают на современную молодежь Ну, кстати, вопрос вам вдвоем Мой вопрос вам вдвоем, как вы думаете? Какие еще серьезные вызовы? Как вы, мне очень это интересно, как представителю уходящего поколения работающего? Ну, культурный вызов, да Особенно в новосибирском формате Лоскутовщины Так называемой, ну, в смысле деятельности нашего художника Лоскутова Артема Значит, в контексте поведения администрации, да, Анны Васильевны Терешковой, мэра, то есть это культурный вызов И вот, тут мы должны, и в контексте митинга, который состоялся 23 мая 2016 года Вот, значит, вот как раз и переходим Значит, 23 мая 2016 года, правильно же я? Ну, да, в конце мая он был, примерно, митинг Слушай, ну, я дату точно не помню, но в конце мая, да Да, в городе Новосибирске, на площади Ленина, прямо за спиной у Ленина, значит, был организован митинг представителями Дома молодежи железнодорожного района, да? Вот, на, и, значит, на этом митинге, митинг был по какой причине собран, организован? На Дома молодежи осуществляется давление, правильно? Точнее, Дома молодежи, отделы, то есть как раз вот официальные молодежные структуры, официальные структуры, где люди, где молодежь занимается, где с молодежью занимается проектно-творческой деятельностью Их начали расформировать, людей, которые работают с молодежью, вот этих спецов начали увольнять, а, собственно говоря, отделы расформировать Вместо этого либо ничего, да, либо эти помещения отдаются коммерцией, правильно, да, частникам? Там был отдельный проект, да, связанный с тем, чтобы перевести муниципальное учреждение молодежной политики Молодежный центр «Перекресток», он так неофициально называется в народе, это на Шамшуре на 47, значит, это вот возле вокзальной магистрали Молодежный центр «Перекресток» и был официальный документ, который, ну, как бы, способствовал переходу этого учреждения в платный коворкинг-центр Коворкинг – что такое? Коворкинг – это некоторое пространство, в которое, во-первых, платный вход, это первое, во-вторых, оно служит для, ну, как бы, сбора различных команд для осуществления взаимодействия Ну, допустим, вот мы здесь собрались, да, вот мы, как бы, заплатили какую-то денежку, можем здесь посидеть, поработать Это коворкинг То есть, это… Коворкинг – работа, коворкинг, ну, то есть, как бы… Понятно Можно туда прийти, там пространство единое, стоят компьютеры, допустим, в технопарке, в Академгородке, на 13 этаже башни, там, есть коворкинг-центр Приходишь, платный вход, тебе дают рабочее место Можно прийти с терминологией Да, можешь прийти с командой туда В принципе, это вещь хорошая Ну, потому что действительно Единственное, что эта вещь платная А муниципальное учреждение, все-таки, это бесплатная организация Ну, это, как бы, простите, ребят, еще раз продолжим Как раз это ответ, как бы, на мой вопрос Это, как бы, вот, чисто местные такие разборки Я имел в виду более глобальные Вот ты начал разговор о Лоскутовщине Ну, надо было уточнить для зрителя, что такое Лоскутовщина Ну, это определенного рода пятая колонна Новосибирска Которая призывает к отсоединению Сибири, скажем так Ну, ну, да, для пояснения, для пояснения зрителям Зрители, уважаемые, должны наши после просмотра обязательно Ну, помимо того, что вбить, значит, в поисковике Артем Лоскутов Еще вбить такие слова, как Соединенные Штаты Сибири И еще слово флаг после пробела И посмотреть Ну, в принципе, пояснять, что Значит, монстрация, опять же, для зрителей, для пояснения, монстрация Вбивайте, смотрите, монстрация 2016 Лозунг монстрации 2016 Здесь он не Москва Вот, это якобы, этот лозунг якобы сказал Артему Лоскутову Да, какой-то чиновник где-то в коридоре В ответ, как бы, на его, значит, предложение Вот, можно я проведу эту монстрацию Но поскольку мы знаем, что если какие-то вещи выносятся в публичное пространство Потом, как бы, не очень красиво говорить, там, под какую рюмочку тебе вот этот, ну, эти слова говорили Они вынесены в публичное пространство, они закинуты Если, особенно, если еще брать, ну, слова самого Лоскутова, да, о том, что искусство, вот это такая надозначенная вещь Ну, я могу, как говорится, понять, здесь вам не Москва, а лозунг действительно, ну, для себя могу понять Вот, могу понять буквально, могу понять в переносном смысле, могу, а могу понять в сепаратистском смысле В том числе могу понять в сепаратистском смысле флаг Соединенных Штатов Сибири Сейчас вот начали про митинг Только я бы глобализировал про монстрацию Там, ну, пожалуйста, раз уж не интересуется главными проблемами со стороны молодежи Ну, чтобы, да, местные такие мелкие проблемы, они, как бы, не очень интересны Ну, вот, когда мы проводили, значит, интервью среди членов монстрации Меня удивил и насторожил такой факт, что буквально все участники этой акции Они шли с полупровокационными плакатами Здесь, вот, не Москва, Соединенные Штаты Сибири Чем тупее, тем лучше, за кекс по дружбе Слава скотечеству Там вот что-то вот вроде этого Все провокационные лозунги Мир, мать, там, наливай Такого плана Они, как бы, связаны, там, на ЗОЖ Вот, не такие, как бы, намеки На здоровый образ жизни Претендуют, что, как бы, не надо заниматься этим делом Не надо заниматься спортом И так далее Вот, все эти лозунги, они были полупровокационные И, подходя к каждому из участников Мы натыкались на такой ответ, что, на самом деле, я ничего не хочу сказать Это просто чушь Нам так один из участников сказал Я несу чушь И После этого В различных средствах массовой информации Мы увидели эту акцию Точнее, журналисты ее подают Как Свободу слова И то, что народ выражает свою позицию Своё мнение Естественно, мало того Они подают ее, как молодежная политика города Новосибирска Тем более Вот за что стыдно Тем более Поэтому вы вот сегодня сидите Представители молодежи города Новосибирска Скажите, как вы к этому относитесь? Так, а Своё отношение Вот лично я и Сообщество Инфонарод показало Видеороликом, где мы эти лозунги поснимали Смонтировали в единый материал После которого действительно Многие участники той же самой монстрации сказали Что да, может быть и мой лозунг один В поле не воин Но когда это все в сумме И незнакомый человек приходит на эту акцию И видит в сумме тот-то-то-то лозунг Формируется очень негативная картинка И я бы просто завершил То есть какую проблему-то я вижу Что молодежь на самом деле Очень легко пригласить на такое событие По той простой причине Что они не задумываются о том Что они говорят Как их мнение Как их позиция Что-то написанное на их плакате Отражается на глобальных процессах Отражается на политике Российской Федерации На молодежной политике города Новосибирска То же самый эффект Ну то есть незнание Что это такое И что я несу на самом деле Может быть он несет здесь вам не Москва А уверены ли мы, что они понимают О чем они говорят На уровне политики, к примеру И какие действия могут журналистки После этого последовать Я думаю, не все понимают Только Лоскутов, который там Организатор монстрации И его окружение Они действительно курируют эту группу Ее ведут Тоже самый эффект мы повторили На уже гораздо более привлекательном празднике День русского языка День Пушкина Вот у нас недавно был в Новосибирске Мы просто подходили к людям И просили рассказать что-нибудь о Пушкине Ну на этом Никто даже не знал, кто его прадед был В каком году он родился Почему он там умер То есть очень мало людей Знало об этом И я думаю, и у монстрации И у этого опроса В День Пушкина Есть некоторые общие корни То есть это не знание молодежи Своих исторических вот этих вот То есть в 1 мая проводится монстрация 1 мая это не день монстрации 1 мая это все-таки день Праздник И Пасха была Еще в этот день была Пасха И крестный ход еще был На Красном Аспекте И мы спрашивали у людей Какой сегодня праздник Там некоторые показывали Новый год Один даже вроде бы заговорил Про 1 мая Да? Типа коммунист А, Артем Скатов Да, коммунист Мы его поймали Депутат Городского же он совета Да? Или законодательного совета? Депутат За него сейчас голосуем Депутат Либо того совета Либо того Мы его значит Просто увидели Решили спросить у него Знаете ли вы историю Праздника 1 мая? Депутат от КПРФ От КПРФ Да, он был на монстрации У него даже было это значит Он был на монстрации Да, был На видео На видео Да, в инфонаркете Народ Значит Да А что он там сделал? Я не знаю Что он там делал Но когда мы его спросили Знаете ли вы историю Праздника 1 мая? Он начал Очень как-то так Задавать встречные вопросы Как будто Боялся Что если сейчас Его конкретно спросят В каком году была Значит учреждена Это День праздника Солидарности В какой стране Это он поплывет Он начал задавать Встречные вопросы Да, да, да Его допустим Спрашивают А вот вы знаете Какой праздник Ну там он отвечает День солидарности Трудящихся И как бы А вы знаете Что такое солидарность? А вы знаете А вы знаете А вы знаете В ответ В ответ Да Ну и вот еще один Маленький поход Переходящий вопрос А я в продолжение Как бы Обобщить Вот Тут Тут есть важная вещь Вот Когда Когда мы говорим Про Молодежь Вот Три категории Вот Зрители Пусть В голове у них Вот Пусть представят Три категории Вот сейчас Молодежь Юмор Политика Вообще Молодежь Ну Наверное Ближе она должна К юмору Потому что Для политики Нужно определенное Созревание Ну и побольше Жизненного опыта И остального Но Дело в том Что Когда Юмор Начинает Заходить В политику Вот Когда Та же Молодежь Юмор Начинает Зачем-то Пихать В политику То Это нет Это уже Не юмор Это уже плохо И не политика И не политика Да Это уже Такое Нечто Дурно Пахнущее А самое еще Интересное Что Монстрация Шла Своей колонной Но К ней присоединилась И официальная Молодежная политика Города То есть Во главе Уже с Терешковой Начальник Департамента Спорта Выглядело Это Конечно Выглядело Это Вообще Технично То есть Возле Монстрации Уже сформировался Некоторый Негативный Образ Последнее Время И люди Которые Допустим Про Патриотичные То есть Такого Взгляда На Монстрацию Они туда Просто бы Не пошли И тот же Артем Бескатов Не пошел Наверняка Но Значит Принято Видимо Где-то Было такое Решение Что рядом С Монстрацией Буквально В 100 метрах Впереди Нее Идет Колонна Всешествия Которая Уже Представляет Вроде Как Другую Молодежь То есть Было Две колонны Две колонны А между Между Белые 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 Большие Да Еще Были Белые Ленты Ну То есть Символика Есть символика Никто Конечно Их К стенке Не припрет Что Был ли это Намек На Болотную Площадь Конечно Но По факту Судя по тому Что организовано Все это Госпожа Черешкова Судя по тому Что там Лоскутов Все Лоскутов Все это Конечно Болотовщина Все это Продолжение Болотовщины И вот По большому счету Каждый Новосибирский Каждый молодой человек В том числе Официальные лица Могли прийти На Всешествие И знаете Так аккуратненько Отстать от колонны И погружиться Уже в Монстрацию Никто им не мешал Поэтому Это Я считаю Это можно назвать Не просто Монстрация А Монстрация И все шествуют Единное мероприятие То есть Я так полагаю Что вот Вы здесь сидите Это представитель Той молодежи Которая С той Которая Выходит на Монстрацию Не имеет Ничего общего Я так понимаю Более того Вы Всеми возможными Методами Этому Стараетесь Сопротивляться У нас много На самом деле Общего с тем Молодежи Ну Есть Общее Но Идеологически Мы к ним Не подкруемся Поэтому У меня Еще одна Вот Я спросил Об опасности Вы правильно Отметили Нарастание Таких Радикально Либеральных Настроений В Новосибирске Это чувствуется Особенно Среди Это Навязывается Именно Сверху И именно Молодежь Бросается Поэтому Вторая Опасность Которую Чувствует Сегодняшняя Молодежь Есть ли Проблема В образовании Как Вы К этому Относитесь Тут Нужно Вот Тут Нужно Рассказать Тут Будет Очень Так Хорошо Сказать Про Ну Если Говорить Про Как бы В ответ Про Наше Образование Сказать Ну Вот Смотрите Ну Я Вот Я Получивший Высшее Образование Человек При этом Я Целенаправленно Шел То есть У меня Такое Образование Правильное Ступенчатое Институциональное То есть Я закончил Школу С 1 По 11 Класс Потом Я поступил В ВУЗ И учился В ВУЗе Вот 4 года Закончил В ВУЗ Вот Сидит Специалист Тоже С образованием Но Рома Ну Я Тоже Закончил Школу Тоже Закончил Получается Среднее Образование Вот При НГУ И Даже Сдал Сейчас ЕГЭ Тот самый Единый Государственный Замит Нет Как современная Молодежь Чувствует Или нет Вот Сегодняшнее Образование Позволяет Лень Нормально Адекватно Современной Молодежи Отвечать На вызовы Современности Вот Наверное Так Сформулировали Я не готов Ответь на такой Глобальный вопрос Я могу лишь Привести Аргумент Я недавно Тоже Смотрел Высшую Школу Экономики У них Есть открытые Видеолекции Они ведут Круглые столы Вообще Это известная Школа Уже По России Я не знаю Как она В Новосибирске Своим Ну то есть Не знаю Чем Но много Очень людей По крайней мере Из Молодежной Политики Они В эту школу Попадают И они В ней Учатся Вот Я Это тревожно Вот И я хотел Просто рассказать Такое Напнулся на видео С их стороны Где они проводили Обсуждение Касаемо Финансовой грамотности Молодежи И вообще Приводили Что мы Между США И Францией То есть Казалось бы Хорошая позиция Но это Ниже Китая На 10 ступеней То есть Китай У нас лидер Среди Финансовой грамотности Вот Но это Как бы Полбеды Что вроде как Мы отстаем От Китая От современной Экономики Но потом Показали Примеры Заданий Которые Значит Предлагаются Школьникам Предлагаются Молодежи Связанные С походом На рынок С походом На рынок Это когда Есть ящик Апельсин И есть Килограмм Апельсин Что выгоднее Купить И при каких Ситуациях И то Как брать Правильный кредит Вот Значит Вот в этих Задачах В этих задачах Мы отстаем от Китая И якобы Это плохо При этом Они рисуют Всякие корреляции Среди мужского И женского Населения Среди читающих Не читающих Людей Художественную Литературу Среди людей Углубляющихся В математику Не углубляющихся В математику И вот Как бы Поставлен Такой критерий Финансовая грамотность И в то же время Я прекрасно Помню Сюжет Сюжет Об академгородке Примерно Восьмидесятых Что ли Годов Он такой еще Черно-белый фильм Это же не помню Как он называется Где рассказывается О жизни академиков Которые Не ходят Ну Не ходят В магазин Или ходят Но они Как бы Углублены Больше в науку В решение Научных задач Да И их не интересует Вот этот вот Просчет Что выгоднее Пить апельсины Или как взять Правильный кредит Я не совсем уверен Что Задача Которая ставится Выше школы экономики Повышение финансовой Грамотности Это Это камень преткновения Который допустим Стоит в образовании Сейчас решать Ну Такой маленький Маленький кирпичик В сфере образования За всю сферу образования Говорить я не готов А я Да я тоже не готов Боже упаси Но я скажу вот что Самообразование Молодежи Что мы можем Вот Своим Самообразование Всегда Книги По прежнему Актуальны Вот Самообразование Книги Сейчас Кстати Вот Интернет И все дела Отлично Систематизируют И как говорится Сейчас Можно их и читать И слушать И Вот И даже Работать с ними Но Вот Ну вот Если в Новосибирске В то же время Если в Новосибирске Вот так Давят На Значит Дома молодежи На конкретно Отделы Если их вот Расформировывают Если людей Увольняют Если говорят Что вот Чем занимаетесь вы Это архаика Да То есть Допустим Если вы Там Какие-то мероприятия Проводите Там Девятым мая Традиционные Да То вот Вы архаика Вы совдеп И значит Вы метаетесь Ну Какое образование Если увольняют Людей Которые занимаются С глухонемыми Ребятами Да Ну С ребятами С ограниченными Возможностями Если говорят Что это Не молодежь Молодежной политики То есть Это некий Такой Второй Или третий Сорт И он Тоже не нужен Ну какое образование Молодежная политика Образование Точнее Это же Складывание Образа Да Человека По образу И подобию Вот Складывание Образа А Это значит Очень комплексная Вещь Это очень Комплексная Вещь И вот И вот Человеческий капитал Как раз Образование Вот Взращивание Человеческого Капитала А что это Подразумевает Ну значит Это мы берем И глухих И тех Которые слышат И занимаемся С ними Ну во-первых Как бы Две линии Проводим Первая Это линия Это та Которую Обозвали Моносибирский Архаик И Савдепом Вот И по По поводу Которой В том числе Был и митинг Вот как раз В мае В мае Этого года То есть Это Патриотическое Так скажем Дравственное Воспитание Значит Продолжение Точнее Перенос Ценностей Из поколения В поколение Вот Ценности Перенос Памяти Да Сохранение Исторической Памяти А вторая Линия Это Более Современная Она должна быть Более современной Ну вот Как раз Должна Она должна Такой же быть Современной По стилю Как монстрация Но наверное Какой-то другой Должна быть По содержанию Идеологически Вот Ты рассказывал Ты пока не ушел Вот от этой темы От передачи Опыта Через Ну как От Старшего От младшего Ты вроде как Этой темы коснулся Пока мы не ушли От образования Хорошо Вот тоже И от митинга Как раз таки Вот я нашел Как можно связать Этой темы А я еще хочу вернуться К высшей сковой экономике Сейчас 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 Просто тоже Приведу аргумент Почему в частности Этот митинг Это состоялся Дело в том Что Как я понимаю В молодежной политике Опять же Новосибирск За всю Россию Искать не готов Идет тенденция К тому Чтобы дать Якобы Бразды правления Самой молодежи То есть Исключить элемент Наставничества И вот В Доме молодежи Самоорганизация В Доме молодежи Зеленодорожного района Который проводил Этот митинг На площади Ленина Там как раз таки И была эта история Что Они сокращают Ставки У работников Дома молодежи И обосновывают это тем Что Надо Помещение Молодежи дать И дать им Спокойно в нем Развиваться Творить Действовать А элемент Наставничества Надо исключить Это как бы Вот это уже Архаика То что элемент Наставничества Это архаика И с точки зрения Образования Ну я сомневаюсь Что есть технологии Которые исключают Элемент наставничества Которые позволяют Молодому человеку Самостоятельно Это все Заниматься Это же очень странно Выглядит Ну вот пусть Зрители даже подумают Ну вот пришла Группа молодежи Допустим Представляем Да в помещении Ну вот я допустим Вот Рома Вот мы уже даже Получившие образование Люди Вот мы приходим Такие И что И типа нам говорят Типа идите Порисуйте Или чай попейте Ну и чем мы должны Заниматься В смысле Или мы должны Что-то откупорить И начать Как говорится Заливать Жена кипела Можно прокомментирую Давайте прокомментирую Я как противный Архаичный динозавр Советских времен Не просто так спросил Об образовании Ром Вот ты сказал О высшей школе экономики И ни словом Даже не Даже не сказал О том Что представляет Из себя Высшая школа экономика Почему я так говорю Если тебе Когда-нибудь В будущем Вот так вот Ну получится так Что ты попал В какие-то Государственно-патриотические Структуры Там политические Партии Патриотические Если ты что-то Скажешь О высшей школе экономики Тебя Мягко говоря Не поймут Почему Потому что Именно получаемое Сегодня молодежью Образование Вот с моей точки зрения Не позволяет Адекватно оценить Вот такие вещи Вот сегодня Высшая школа экономики Это центр Который возглавляет Радикально Либерально-западнические Экономические направления Которые тащат Нашу страну В принципе Ну по Всем прогнозам Других экономистов В пропасть В экономическую пропасть Да, это гайдаризм Да, это продолжение Вы гораздо больше меня Об этом знаете Я-то просто Вот аргумент Вот Это гайдаризм Да, Бром Это же ничего такого Это известная Как бы всем вещь Это про Правильно Прогнозение гайдаризма Вот Борис Это понимает Потому что Он правильно сказал Он занимается Самообразованием Правильно? Ну тебя же этому В университете Не учили Не Не Говорили Что такое Высшая школа экономики И чем она отличается Там от других Наших экономистов Нет Так подробно Не было Не было Конечно Ну опять же А ты имеешь возможность Я вам просто перечислю У нас же Целая вот Плеяда экономистов Которые вышли Из школы Знаменитого Академика Львова Это и Глазев Это и Айвазов Там Василий Семчера Валентин Катасонов Понимаете В школе просто Нет Это не высшая школа Нет Он не высшая Это что Это наоборот Радикально противоположные Экономические школы Подожди Он по-моему Должность занимал Какой-то Нет Ну В высшей школе Какую-то должность Он по-моему занимал Я не думаю Потому что он Относит себя К традиционной Экономической Русской школе Ладно У них есть общество Столопина Шарапова Сергей Экономист Конца 19 века Который Выступал против Витте Против экономической Политики Витте Нас известный Экономический Либерал Ну это Извините меня Сборище Всех Чубайсов И Гайдаров Только начало 20 века То же самое Поэтому Вот Упоминая О том Что сегодня Политикой Молодежи Рулит Высшая Школа Экономики Роман Я это не говорил Да почему Ну из твоих слов Нет Ради бога Ты нам даешь Информацию Мы ее анализируем Сейчас Так же И Любая информация Вот допустим В НГУ Профессора Там Или преподаватели Говорят студентам Смотрите И канал Дождь Там вся правда И образования Студентов Не хватает У них не хватает Исторических знаний Чтобы понять Что на телеканале Дождь И Эхо Москвы Ведется Исключительно Клеветническая Злобная Антироссийская пропаганда Понимаете Если опять же Да Если опять же Конкретных людей Всегда Вот почему Я старый динозавр Вот этот Вот С такими Архаичными взглядами И спрашиваю Мне же интересно Чем вообще дышит Молодежь И как она смотрит В будущее Ну скажем так Вот у меня В высшей школе экономики Вообще никаких сведений Я начал с ней Разбираться Ты очень хорошо И может Сейчас секунду Нет Хорошо Ты перечислил то Что они дали Молодежи А они дали Как раз вопросы Которые стоят В общей политике Того же Бывшего министра образования Фурсенко Который сказал Что мы должны Воспитать Общество потребления Грамотного потребителя Грамотного потребителя Да Возьмите Школу советскую Которую воспитывала Созидателя И возьмите На эту школу Равняем Судей То есть То что Я не мало знаю Не означает Что тревожно Да Но тем не менее У них открытая Есть информация Я буквально Посмотрел По образованию Вот их блок И мне По самой Финансовой грамотности Поэтому я его привел Но это Тоже же тенденция И При этом О самих организаторах Я знаю Крайне мало Ну если они Представляют Как вы говорите Либеральную верхушку Ну это интересно Значит я С нашей встречи Получил что-то новое Если они Собираются Организовать Такие Извините Молодежные организации Которые без наставников Работают Без наставников Это Савдеп Это Аргайка Вот Возьмите Извините меня Реальную историю История для чего Существует Она нас должна Учить Для того Чтобы мы не наступали Ни ночи грабли Но все равно Наступаем Возьмите Францию Конца 60-х годов Кто устроил Антигалийский переворот Студенты А ну это Бунты Те самые Бунты Студенческие бунты Социалистические бунты Которые скинули С власти Деголя Шарля Деголя Это Блистательный Политик 20-го века Который Ну Сравнить его Можно Ну не знаю Может Это герой войны Вы что Это герой войны Ну не особо Извините меня Герой войны Это политический герой Который Несет себе Очень большое Это самое Но студенты Его скинули Который То же самое Было На площади Детейнэнминь Ведь что там Произошло Там произошел Бунт молодежи Студентов Для того Чтоб скинуть Вот эту власть А тем не менее Это уже Когда? 89-й год Приехал Горбачёв Погладил Поголовки Этих студентов Бунтуйте дальше И после того, как он уехал, а ведь власть Китая очень долго пыталась договориться с молодежью, она хотела их привести в чувство, просто чтобы, ну, не делали они глупостей. А, это они про Маоискую скидывали, да, как бы? Да нет, ну, там, подавил этот бунт, этот, знаешь, кто там, Дэн Сяопин, или кто? Кто он там? Ну, наверное, да, товарищ Дэн? Ну, понятно, они бастовали против. Ну, конечно, вот такая вот молодежь, она не может быть без наставников, вы поймите, она через свои, через какие-то определенные структуры все равно будет направляться в другой русский. Более того, она гончилась большой кровью в Китае, ну, это, кстати, и спасло Китай, это спасло Китай, иначе бы Китаю грозило просто то, что было у нас в Советском Союзе. То есть свержение, развал и практически подчинение Западу и так далее. А так до сих пор Китайская компартия и так далее. Молодежь дышит личностями и должна дышать личностями. Только вот весь вопрос, что это за личности, они бывают разные, да. То есть если молодежным героем становится Лоскутов, это одна, как бы, дорожка. Вот, если, там, Терешкова, это вторая, вот, наверное. А если Павел Корчагин, то вся молодежь идет и умирает на фронте. Понимаете, это вот если вернуться еще в историю нашу. Эти герои, эти Лоскутов, они разбиваются очень легко, достаточно показать творчество, которым он занимается. Только понимать это надо. Ну, понимать, наверное, и молодежная структура где-то должна в этом. Вот вы говорили о туристических там слетах и так далее. Ну, а раз идеологические, политические какие-то вопросы где-то в молодежи поднимаются. Расскажи про вот молодого человека, режиссера, который участвовал в митинге, вот в конце мая этого года как раз, как бы поддерживал дом молодежи железнодорожного района. Фильм у него, как называется, «Правнуки». Вот, поясните. Антон Пенщиков, по-моему, доказал, что поясните. Я мало крайне об этом человеке знаю. Знаю то, что, опять же, по его словам из митинга, что когда он снимал этот фильм, кстати, я этот фильм даже и не смотрел. Но называется он «Правнуки», да? Правнуки, да. Посвященный дикотечественной войне. Ну, и выпущен был в кинотеатре 9 мая. Вот, то есть он рассказывал, что поддержки со стороны дома молодежи железнодорожного района, он обращался вроде как за поддержкой, но получил только желание на этом проекте заработать бонусы со стороны руководства Дома молодежи. Ну, то есть, как я его понял, я его не знаю. Ну, то есть, есть отдельные личности, которые все-таки какую-то идею несут. Но на 9 мая, опять же, как нам сообщают различные СМИ, крутился фильм «Капитан Америка». Да, известная история. Вместо фильмов о «Они» крутился. Да, и фильмы о «Великой Отечественной войне» помогут. Если и были, то мной в кинотеатрах они были не замечены. Ну, понятно. Имея у нас управляющим культурой госпожу Терешкову, другого просто и ожидать не возникнет. Нет, вообще кинотеатр удивляется. Почему, говорит, интересно, на 9 мая упал этот самый спрос на «Капитан Америку», то есть он как бы восходил, восходил, а на 9 мая раз и упал. То есть, зрителям не пришло. И при этом, вот еще должен сказать, что конфликт вот этот с Домом молодежи... Дом молодежи – это экспериментальная площадка железнодорожная. Это экспериментальная. Вот так будет как бы со всеми остальными. Да, это некое... На них как бы отрабатывают. Они даже сами об этом говорили, активисты из Дома молодежи, что железнодорожного района, что на них как бы отрабатывают вот эти методы, а дальше они пойдут по всему городу. То есть, это как экспериментальная площадка. И в итоге что? Как администрация, куда она в итоге вылила конфликт? А вылила в зарплаты, да? В итоге сказала, что люди бунтовали просто потому, что им мало платили. Ну, это позиция МВС. Это МВС, как подал данный митинг. Что, сузив фокус внимания с проблем с наставничеством, с образованием, с помещениями, с коворкинг-центрами, с переводом в платную инфраструктуру, сузил до того, что нам мало платят. Ну, то есть, это подмена фактов, и МВС в данном случае поступил вот так. Задорного у нас нет с вашим коворкинг-центром. А вот это как раз есть менеджер. Поверяемся в терминах. А вот как раз менеджеры, ну, то, что из отделов, из помещений превращают, делают офисы, в них садят менеджеры. Менеджеров это вот как раз коворкинг, да? Коворкинг – это, наверное, можно перевести как совместная работа, совместное рабочее пространство. Ну, так как что-то мне в голову не приходит… Да, бог с ним. Да, слов на русском языке, словосочетание. Ну, коворкинг – ну, это как бы общепринятое слово в данном. Ну, ладно, я не против, но просто так. Можно назвать это просто «общее рабочее пространство»? Ну, примерно понятно. В общем, есть организация с самого верха, как раз вот, молодежи, для того, чтобы ее сбить вот в такую вот либеральную колонну. Для последующих манипуляций. Вот, ребята, вот у меня создалось такое впечатление. Я бы, вот, мое пожелание такое, чтобы, ну, как-то были такие молодежные движения, которые бы в эту струю все-таки не попадали. А есть, так, русские пробежки. Вообще, это глобально, конечно, вы говорите, Евгений, то что… А это уже, извините меня, опять же, националистические заимочки, заморочки, да, русские пробежки. Тут как раз с другого конца. Другая крайность. Ну, да, крайне правая. Там крайне непонятно какая, а тут… А русские пробежки включают в свое движение представители разных националистов? Может быть, я не знаю. Точно. Я просто знаю, как это все начиналось. Я не знаю, как это все начиналось. Ребята, которые сейчас организаторы, они примерно, говорят, 5 лет назад это все началось у них здесь. И те, кого я знаю из организаторов, они националистическими настроениями не пропитаны. Просто зожж… Мало того, в их движении я регулярно вижу представители разных национальностей. Здоровый образ жизни просто, да? Они занимаются и прочтением стихов, и русскими народными танцами, и пробежками. И вот они организуют сейчас слет на Бердянке, посвященный здравому образу жизни, трезвости и так далее. То есть у них направлений очень много. Они были и на митинге, кстати. И были они на митинге по молодежной политике. То есть это… Я бы не сказал, что они прям только… Ну, может быть. Я просто сужу по 5-летней данности, я больше теми не занимался. Я услышал в ваших словах то, что вы говорите, что да, это такое, как бы, имеет общую верхушку развития такой либеральной молодежи для последующих митингов и так далее. Молитерации, да. Но, да, есть такое. Только, мне кажется, тут в конкретику стоит больше входить и понимать, что у каждого молодого человека стоит выбор. Вот у каждого молодого человека стоит в каждый момент выбор. А куда пойти? На это мероприятие или на вот это? На монстрацию или на 1 мая, допустим? Или на крестный ход? А есть молодые люди, которые как раз занимались в молодежной политике, конкретно, с наставниками, вот в тех же домах молодежи и официальных структурах. Их выкинули из их помещений, туда поместили какой-то бизнес, и они почти без выбора, вот куда им теперь присоединяться. Ну, выщелкивают лидеров молодежных, которые несут определенный настрой. Идеологию. Идеологию. Ну, и через свой опыт они какие-то умные не нужны. Вот. Чувствуешь? Почему? Да я думаю, с той стороны умных людей тоже много, с той стороны либеральной. Но вопрос в ценностях, которые люди несут. Не нужен человеческий капитал, нужен человеческий материал. Мне Боря скинул ролик, ты вспомнишь, как Сергей Карамурза? Сергей Карамурза, наш социолог известный. Он как раз таки и рассказывает, что на период там 80-х, 90-х годов, с той стороны, со стороны развала, я скажу, союза либеральных сил, были очень умные и талантливые люди. Иначе бы развала не произошло. Но проблема была в том, что, говорит, с нашей стороны не было, нас не учили ни в школах, нигде, нас не готовили аргументацию противопоставляющей. И мы просто, говорит, я сидел, математик, против меня доктор философских ног, ну что я ему скажу, ну что я ему скажу, говорит, нас просто не готовили. Но он не так перевернёт даже, что вы. Поэтому с той стороны и сейчас есть умные и талантливые люди. Вопрос в ценностях. Да. Чеческом капитале вопрос. Есть человеческий капитал, а есть человеческий материал. Человеческий капитал – это вот наставничество, это образование. Длительное, долгое, нудное. Вот это вот эти семейные ценности. Здоровье. Да, это здоровье. А есть человеческий материал. Это майдан, это бутылка молотова, на тебе каску и иди кидай. Вон туда кидай, вон в Керешково иди кидай. Сожги, она больше не нужна нам. Есть же среди молодёжи умные люди. Ну или, допустим, на конкретике тоже я разбирался со спортивной инфраструктурой города Новосибирска на примере одного микрорайона шлюз. То есть по санитарным нормам и правилам, которые были разработаны ещё в 80-х, в 89-м, по-моему, году, у нас дефицит крытых спортивных сооружений составляет в три раза ниже, чем по норме. То есть у нас, допустим, вот, когда я был в Молодёжном Боисовском районе, забирал шлюз. Там три спортивных зала, а должно быть восемь. Там нет бассейна, а должен быть один или два бассейна. То есть и такая ситуация и на Абгарсе повторяется, и в Академии городки чуть слабее, ну и по городу Новосибирску. И значит, опять же, у меня зашёл, после того, как я выпустил статью с аргументами, с предложениями, как можно оптимизировать существующую инфраструктуру, и с комментариями, что правительство в 2018 году планирует увеличить количество спортивных объектов в полтора раза, и это всё равно будет ниже нормы, которая была ещё в 80-х годах и повторяется на текущий момент. У меня зашёл спор с человеком, который, ну тоже, как бы, представлял, можно сказать, представлял высшую школу экономики. То есть он мне входил, а сейчас, по-моему, входит. Он говорит, зачем, мне хватает заниматься, мне есть где заниматься, мне не надо. Тем не менее, я считаю, человек умный, но по части спорта и ценностей, да, вот, здоровья, он оказался на противоположной стороне. Если я говорю, что надо как-то увеличивать, были даже дешёвые предложения в виде тентовых ангаров. Как это можно, не капитальное строительство, а более дешёвое, и сделать, благодаря инвестициям, там, сравнительно небольшим, хотя бы, ну, поближе к норме. То для него эта проблема, допустим, не стояла, мало того, он даже не закрыл на это глаза, он просто был против этого. То есть это вопрос в ценностях, и оно каждый раз вот в каких-то конкретных, вполне детальных ситуациях проявляется, противоборство разных сторон. Да, здоровье, это, я считаю, что это очень важно. Говорить, что нам не нужны спортивные площадки. Кто бы он спорил? И что сейчас, а он спорил, а потому что говорит, ну, ты же, говорит, видишь, что в спортивный зал никто не ходит, никому они не нужны. А я ему говорю, так потому и не ходят, потому что их нет, потому что закрыт доступ. Ты приходишь в школу, в какой-то, говорит, дайте мне зал. Нет, ты кто? У тебя есть там что-то? Ты давай там пройди антитеррористическую комиссию, пройди тот, 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 собери справки. Вдруг зато, ну, кабинетом будешь залить. Еще и заплати, каждый участник должен будет там предоставить паспортные данные. Ну, короче, такие административные барьеры включают, поэтому туда и не ходят. И как раз таки он этим воспользовался, аргументный, говорит, а нам не надо, в них никто и не ходит. А я был с другой стороны, говорю, ну, потому и не ходят, что их нет. Ну, в общем, проблема. Проблема. Я, если позволите, еще зачитаю, вот текст такой интересный. В предстоящие годы положение молодежи в российском обществе претерпит кардинальные изменения, что продиктовано целым рядом внутренних вызовов. Следствием демографического спада 90-х годов станет резкое снижение населения России молодежного возраста в скобках от 14 до 30 лет. Динамика численности молодежи такова. Динамика 95-й – 35 миллионов, 2000-й – 38 миллионов, 2005-й – 39 миллионов, 2010-й – 36 миллионов человек. Согласно прогнозируемым данным, к 2025 году общая численность молодежи сократится до 25 миллионов человек, что окажет крайне негативное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. На 10 миллионов, да, почти? Больше, чем на 10 миллионов. Сокращение? Ну, это как бы прогнозы. Я бы, может, даже и не согласился, потому что был заметный демографический взрыв, кстати, начиная с политики материнского капитала. Как раз-то молодежь к этим годам подрастет. Мне кажется, будет наоборот подъем. В этом ли причина наших опасностей? Ну, буквально до 5 назад. Ну, как раз, к 2025 году сколько лет будет? Как раз этим людям по 19-20. Нормально. Ну, это, может быть, только-только они будут входить в этот возраст. Да. А те, которые раньше, остались в этот возраст. Поэтому, ну, да, демографически и все эти вещи, этим, конечно, важны. Но, в любом случае, работать нам предстоит много. Нам работать предстоит много. А можно пожелания? Да, можно. У меня вам пожелание, ребята, берите в свои руки информационные каналы. Вот стремитесь к этому. Вот ты, Борис, сейчас получил, значит, профессиональное звание журналиста. Завоевывайте информационные площадки. Вот идите туда. Потому что информация, информационная площадка сегодня в нашей стране, по-моему, очень много делает. Вообще, не только в нашей стране. Ищите способы завоевывать информационные площадки. Ну, вот все, о чем мы сегодня говорили. Во-первых, можно по конкретным именам, да, по событиям, которые вы упоминали, по документам, можно найти вот в том же интернете, да, вбив инфонарод, да, на ресурсе инфонарод. Вот, и, ну, и посмотреть, прочитать дополнительно. Можно пообщаться, да, с представителями тех же домов молодежи. Вот, они сейчас как раз рады идти на контакт, да, я так понимаю. Особенно Дом молодежи железнодорожного района. Да, они, да. Вот, то есть можно поговорить с теми же наставниками, которые тоже готовы сейчас идти на контакт, готовы рассказать, вот, как. Как на них давили и продолжают давить. Я думаю, молодежная политика сейчас нуждается в таком качественном исследовании, на Новосибирском хотя бы уровне, вот, что происходит и по каким критериям можно оценить деятельность. Да. Вот, когда это будет формализировано, вот тогда... В саморефлексии нуждаемся осознанно. Потому что люди все равно цифры, они любят цифры, когда все показано математически. Нет, очень любят, конечно, это впечатляет. Это даже вот любой журналист, ну, все журналисты применяют, они знают, что это внимание включается у человека. Ну, все, да, как бы мы про все, что хотели... Роман, вы еще что-то хотите сказать? Ну, вдруг, вдруг мы у вас тут... Согласен с Евгением, надо завоевывать информационное пространство, но любое информационное пространство строится, в первую очередь, на реальных событиях. В реальных событиях надо участвовать. И некоторые показывают нормальные события с отрицательной стороны, и нужно показывать нормальные события нам с положительной стороны. А отрицательные события показывают с той стороны, которой они по факту являются. Информационная площадка строится на реальной жизни, поэтому от реальной жизни уходить тоже нельзя. Вот, я бы хотел сказать. Молодежная политика, в первую очередь, это реальные события, которые каждый день происходят. Да, и именно они порождают информационные взрывы какие-то. То есть, если... Понимая события, можем выстраивать уже информационную политику. Одно без другого не будет работать. То есть, если на митинге в мае этого года молодежь кричала, что убирают наставников, не надо писать, что она кричала только о том, что их наставникам мало платят. Я думаю, да. Она кричала не только об этом. То есть, как бы заужать не надо. Ну и расширять тоже некоторые события, тоже раздувать не надо. То есть, может, демонстрация – это просто дурость. Может, это действительно чушь просто, да? Чушь. Все участники практически так говорили – это чушь. Ну, может быть, это и чушь, но так как она ведется, насаждается сверху, то это... Это технология? Это серьезная вещь. Это технология. Это не хаос, а технология. Это управляемый хаос. А вот этой технологии надо противоставлять свою технологию. Свой управляемый хаос. Ну, свой управляемый, но не хаос. Свою управляемый управляемый. У многих ребят, кстати, после этого демонстрации возникло желание провести свое нормальное шествие с другими плакатами, связанными с героями Великой Отечественной войны, космонавтики, еще кого-то. Так зрители могут вспомнить, обратиться к истории. Вот советские, интернеделя, интернациональная идея советская. Ну, была же, были же, были же, интернедели-то, оттуда же. Ты рассказывал мне, что ты специально после этого пошел в музей, да, чтобы посмотреть, как тогда шли с плакатами, какие лозунги тогда были. Нет, я дома остался. Собирались возле института. Дома остался. В поддержке Николая была. Так вот. Там открыты были политические лозунги. Да, там была открытая политика. Там они пытались под видом юмора пропихнуть политику. Там была политика. Если жгли чушелок на чат, это был пиночат. Ну, в общем, все, да. Интересно было послушать. Я с удовольствием. Да, я думаю, воды было мало. Говорили конкретно, говорили по существу. Не в этом дело. Я думаю, надо продолжать вот эти встречи по молодежным всяким делам. Ребята, берите это в свои руки. Пожалуйста. Пользуйтесь. Ну, тогда спасибо. Спасибо всем. Спасибо.